Девушки отдыхают Салоны красоты и ателье Коллекционирует статуэтки слонов Мечтает о троих сыновьях и собственном автопарке И спортивных болидов Оксана опасается двуликих мужчин И никогда не вступит в отношения с рыжим любителем пива Выйдет замуж за уравновешенного интеллектуала Который обладает моральной и финансовой независимостью И любит собак Какие цветы Стричные работы Сама плела Спасибо Слушайте, как называются вот эти цветы? Это же точно не розы Просите, моя подружка, флористки, певицы Я банкерами называю Ранонкулюсы Слушай, я всегда думала, что это такая разновидность роз Они живые, интересно? Ты как думаешь? Конечно живые, а какие же они? Ну вообще трудный выбор между кобелем и тираном Я бы тоже, наверное, мешкалась бы недели две Как так получилось? А что, других женихов не было? Приличных? Ну они приличные, красивые, самостоятельные Ну тогда давайте по порядку Ну был сначала взрослый молодой человек Ну вам 20 и ему 37 Ну да, как взрослый, понятие относительно Когда дело доходило до какой-то там суровой ответственности Семьи, либо отношений Сразу он уходил В это время нечаянно я познакомилась с молодым человеком Горячим, брюнетом, осетином Слушай, ну она весьма привлекательна Долго был этот треугольник? Треугольник был два года Пока не вмешались родители и не открылись мои глаза Ну страшно, конечно, да? Два парня одновременно Ну у вас страсти были такие, что мама не горю Я вот прямо хочу поговорить с вашей родительницей Слушайте, что он от вас хотел? Ну чтобы, наверное, просто были рядом И хоть даже не общались Замуж, естественно, не звал? Конечно нет За что он вас истязал, скажите? Ну кровь такая, что они? Они же этим живут, я думаю Ну ясно, скажите, а вы подавали повод для ревности? Ну я бы не сказала, хотя я тоже импульсивный человек достаточно И люблю драйв В основном из-за чего? Ну не на ровном же месте возникали эти конфликты? Ну из-за бывшего молодого человека, что он такой достаточно нормальный, уравновешенный Вот смотрите, бывший в прошлом, вы его оставили, поменяли вот на молодого осетина Вы бы сказали, его больше в моей жизни нет Ты же знал, что он был, а вот его теперь нет Или он присутствовал какими-то смс-ками, звонками? Конечно присутствовал, тоже наблюдал за нашей парой Зачем? Зачем? Скажите, он вам не родственник, не папа, не старший брат? А они не знают, надо у него спросить, зачем он прослушался Ну вы же реагировали, вот вам и повод Поднимаете трубку, идете на встречу, и не просто на встречу Понятно, что горячий парень реагирует на это? На встречу раз в полгода, раз в год А зачем? Ну у нас же не было семьи, у нас же не было отношений таких взрослых Ну у меня кровь тоже горячая Да у тебя она не горячая, она у тебя раскаленная лава Послушайте, ну прежде чем сформироваться в семье, ну люди встречаются, ну и так далее Вы же были с ним в отношении Да, ну опять же такие отношения, что человек сегодня есть, а через три недели его нет, через месяц То есть он и пропадал, и исчезал Безусловно То есть это не единственная причина была вашей бывшей Она за двумя зайцами погналась А так что, извините, то есть сначала, когда с одним плохо, раз нарисовался второй Со вторым стало плохо, раз опять нарисовался первый Ну конечно, определились бы и не морочили бы голову И туда, куда взыкаешь, мужики, вам это не Можно определиться с неопределенными людьми вообще Хорошо, да вы сами неопределенные Ну, во-первых, послушайте, вы должны были кого-то из них любить, а кого-то нет А это и было Кого любили, первого? Молодого В общем-то, вполне в ее юном возрасте понятное поведение, хотя и не очень красивое А зачем тогда чуть что возвращались к бывшему? Чтобы что? Я хотела... Что вы морочили голову? Я не хотела прикладства С молодой стороны это было Почему не обращались в полицию? А я обращалась, у нас такая славная полиция, что закрывали одновременно в комнате, и мы понимали, что надо уходить оттуда А почему вы в полицию попали? Ну, человек меня просто однажды сбивал двое суток Оксана, вообще понимаете, что такой сбивать два дня? Мне десяти минут хватило А вы говорите два дня, это значит сотни и делал Ну, я достаточно терпеливый человек Слушай, ну, мне кажется, она несерьезная какая-то девушка, но, во всяком случае, была, я так понимаю, это все это было давно А как позволил вам на своей машине сбежать? Я его обхитрила, что нам нужно ехать в город, навстречу, и я смекитила, что дороги есть мойка Скажите, а он не принимал наркотики? Нет И алкоголь? Нет И вот вы, когда на мойку приехали и обратились, полиция приехала, вас врачи? Приехала, но это было бесполезно А синяки были на вас? Я была вся черная, вся синяя в пуховике летом И вы хотите сказать, что у вас прям в одну камеру, что ли? Да, да, с этим истязателем И они сказали, что не будут рассматривать даже заявление Они ничего не сказали, они сделали вид, что нас вообще нет, мы были в шоке Понимаете, что дело серьезное и могло закончиться плохо То есть у вас тоже большая проблема, Оксан, почему так вдруг? Ну да, я достаточно специфический человек Было двое параллельно, да Ну, специфический человек, надо же делать выводы Мама где все в это время была? Мама была не в этом городе, жила И, конечно, говорила Я приезжала раз в два месяца сюда, но многое не знала Из того, что он действительно Потом я узнал уже постфактум, что произошло А нравилось, что он вас ревнует, честно? Ну, конечно, нет, я не люблю вообще ревневых людей, честно Но вот этот драйв, потому что я художник, пишу там все Ну вот я про драйв Конечно, где-то это привлекало, если мы постоянно Вот вы посидели в этой камере вдвоем, проулыбались, вас выпустили И это была последняя точка? Практически, нет Это была последняя точка на год, наверное, на полгода Потом мы вновь созвонились А позвонили первые вы? Ну да, я соскучилась Ну, конечно, по драку Соскучились по вот этим страстям? Ну, нет, если как говорят, что существует любовь Я так думаю, что она была Ну, не знаю, по куску родному скучаешь Видишь, она что-то, мне кажется, то по одному скучала, то по другому А знаете, почему ни с одним, ни с другим не получалось? Догадываетесь? Ну, потому что это неправильно Потому что пока ты не закроешь дверь в одну комнату, ну, в другую А вот одно как бы меня успокаивает, что это было все-таки в молодости Сколько вам было лет? 23 Надеюсь, что это был опыт для вас И если вы на самом деле хотите замуж, то вы что-то в себе пересмотрите И я вам этого желаю Мама, конечно же, наверное, хочет для вас счастья Как и любая мама, да Если ей нужна страсть, то ей нужен я, потому что я Страсть – это мое второе имя, это мое кредо Что делать будем с Оксаной? Ну, хотелось бы действительно, чтобы у нее была настоящая создалась семья Оксана И чтобы она немножечко исправила действительно в себе те ошибки, которые я ей тоже указала В вашем представлении настоящая семья – это какая? Два друга в первую очередь Молодец Я тоже считаю, что два друга Мне кажется, мама более заинтересована в том, чтобы она вышла замуж, чем она сама Да, да, есть такое А можно мне разобраться? Оксана, вы художник За достаточно короткий период времени вы построили четыре бизнеса? Молодец Или пять? Или сколько? Два, два У меня с Алиной одежды от Ильи, и к ней прикрепила я уже салон красоты, так как осталась площадь рядышком А стартовая капитала откуда? Плюс еще вы приобрели недвижимость, перевезли родителей Какая молодец Кто помог? Никто Родители сами переехали уже потом Да, родители помогли мне попозже Скажи, Роза, а если, например, вот Оксане так повезло, и ей бывший любовник подарил миллион евро? Молодец Ну тогда надо честно сказать, тогда я и понимаю Потому что ваш тюнинг очень дорого стоит, поверьте Я себе даже не могу здесь вот эти вот виниры поставить, потому что два миллиона стоит, знаете, столько денег нет А у вас они не на два Я же не буду говорить, из-за чего произошли зубы и титановые корни Ладно Я не знаю большими какими-то деньгами купить просто набор машинок и железных Вы знаете, я не слепая Я не слепая, у меня тоже есть машина Я прекрасно знаю, сколько это стоит, потому что я знаю Она в чем-то провинилась, Роз, перед тобой Да нет, я не про это, я как раз к этому веду Если она врет, что у нее такое богатство, и она такая зажиточная невеста, значит, это будет один жених Если она действительно зажиточная невеста, это будет другой жених Вот про что я хочу разобраться Она обыкновенная Да мне кажется, какая разница, да, богатые, небогатые Главное, чтобы человеком была хорошим Главное, я хочу донести одну мысль Оксан, выходите замуж по любви Поэтому я вам желаю сегодня встретить мужчину, в который вы влюбитесь И у вас сердце затрепещет, и душа у вас к нему потянется Иначе зачем нужна эта молодость? Что вы будете потом вспоминать? Ну что? Пусть любви Пусть любви сплошные слезы А что звезды? Человек полный противоречий С одной стороны, детская природа, буквально вот такой юный порхающий персонаж А с другой стороны, вы стремитесь ориентироваться на людей постарше Вполне возможно, будут два брака Ну вот, или двойной союз, или два брака Опять два мужика? Дайте сказать Два мальчика родителей И вы хотите все-таки, чтобы ваш муж был или равен вам по возрасту, или моложе И сложится настоящий хороший союз, только когда будут дети Вот если бы я был чуть постарше, я бы на ней женился просто, и все Больше того, для нее любовь – это работа Не просто чувства какие-то, а это работа над собой и с человеком, которого она любит Способна терпеть еще немного Так может быть, тот жених, с которым вы сейчас познакомитесь, именно такой? Проходите Возможно Привет, меня зовут Денис Уверен, эта встреча предрешена судьбой Денис, 30 лет Руководитель направления по комплектации строительных объектов в крупной компании Катается на сноуборде, летает на параплане, занимается морской охотой, строит загородный дом Гордится тем, что за 10 лет поднялся от дворника до большого начальника Предупреждает, что не дарит срезанные цветы После развода с женой вспомнил о бывшей возлюбленной и увел ее от мужа Но счастливее от этого не стал Надеется, что с Оксаной его ждет безоблачная семейная жизнь Ну вы под стать нашей невесте Чем вам так жена не угодила, что вы метнулись к бывшей? Ну, во-первых, это уже было после того, как я развелся с ней Просто так получилось, что в социальных сетях случайно перед Новым годом наткнулся на свою первую любовь Которая у меня была в жизни Нормальный парень? Да А с женой? Сын родился? Ну, сын, да, родился Мы с ней познакомились, я ее встретил Это тоже была влюбленность такая с первого взгляда Через 9 месяцев появился Максим Все было как бы хорошо Пока она находилась в декретном отпуске Потом, видно, соскучилась по общению Когда вышла на работу, мужчины начали ее со всех сторон обхаживать Может быть, это ваши фантазии? Нет, ну, это не фантазии, потому что у меня очень хорошо развита интуиция Нет, все, что касательно интуиции, это тоже может быть фантазия, потому что только факты Увидели А нет, факты там, да, там получилось то, что... Даже если кто-то вам рассказывает, что увидел там сям Я просто так получил, что я встречал, приезжал за ней на машине Вот, она постоянно задерживалась, ссылаясь там на пробки, что там буду через час Потом это уже через два Потом приезжала, например, машина, на которую она приезжала, она там была тонирована И она там из машины выходила, там, в районе 10 минут по времени Ну, то есть, не знаю, например, что я уже жду там ее Первый претендент, по-моему, выбывает Да, я тоже так считаю Первый претендент однозначно выбывает, потому что, ну, у него нет шансов Посмотри, как она смотрит Денис, если живут два человека, у них все хорошо, растет общий сын Даже если женщина загуляет, она все равно не будет спешить разводиться То есть, если только ее новая любовь не накрылась головой Ну, не знаю, мы... Я просто, когда это увидел, то, что, да, вот она приехала А пробовали разговаривать Я с ней разговаривал, она говорит, у меня никого нет, это твои фантазии А 10 минут она сидела, почему? Деньги искала, может быть, и плохо стало там Деньги искала, да Ну, я просто после этого сразу... А может, это так себе? А может быть, для вас 10 минут показались целой вечности, а на самом деле она просидела там 30 секунд? Нет, я уже просто на тот момент уже мы больше трех лет были в браке И поэтому... Ой, Тамара наивная говорит, что можно успеть за 10 минут? За 10 минут? Это же как-то даже шельст тихи Мужчина, все, можно успеть То есть, вы за такое делом умны? И вы с ней расстались из-за вашей ревности, правильно? Да, в итоге я просто собрал вещи, уехал И это до сих пор покрытая тайной история, что же там было на самом деле Ничего не было Она в ней не воспитывает ребенка, одна Я ей помогаю всячески Если бы они сошлись, то история бы повторялась И у нее, и у нее, и у него И вот в это время появляется... Я случайно наткнулся в интернете, в социальных сетях, увидел ее Уже фотографии там, она замужем, у нее дочка Вот, ну, в глазах грусть такая вот, прям какая-то А еще вспомнили, как она в молодости вас называла, мой король Ну, это история связана с нашим знакомством Мы встретились на дороге, я шел, увидел девушку красивую Она так улыбнулась, я спросил, я говорю, что за глупый принц тебя отпустил одну гулять по улице? Она говорит, у меня нет принца Я говорю, ну, можно тогда я буду твоим королевым? Она говорит, да, можно И вот с этого все, первый взгляд, любовь вспыхнули, чувства Почему не женились на ней? Ну, потому что я на тот момент уехал учиться в другой город Ну, хорошо, вот Панова крышу сносит Люди, 50-летние, находят своих одноклассниц, одноклассников Пробуют создать новые отношения Вспоминают, что в 9-м Б у них не получилось почему И все, крах Новой семье, как правило, не получается Не возвращайся к былым возлюбленным Ну, я просто приехал в другой Я уже здесь жил, в Москве Я приехал в Пензу, просто забрал ее с дочкой У мужа из-под носа прям И увез сюда Вы ее звали замуж С мужем вы сняли отношения Отдавала согласие ваша бывшая любовь? Ну, она дала согласие, да Но это все как-то затянулось То есть определиться с датой, со сроком, когда это будет Это все откладывалось, откладывалось В итоге... Скажите, а почему она ограничила ваши встречи с вашим ребенком? Она, во-первых, ссылалась на то, что Посмотри, как бы в стране, как люди живут в таких ситуациях И мужья уходят из своей семьи И редко очень видятся с детьми Не привозят То есть создают новую семью В которой в прошлом нет времени, возможности общаться Например, да Только определенные какие-то... Это стало причиной для расставания Да Мне кажется, она смотрит на него и видит старые грабли Вы сейчас в Москве Да, да И эта бывшая девушка хочет вас вернуть Ну, сейчас уже нет, наверное Потому что я ей жестко сказал, что Это вот когда мы с ней встретились Это уже был второй раз, которого не стоило делать, да А сейчас уже я понимаю, что реально... Вы понимаете, что это безответственно? Что вы разбили ее семью Да, понимаю, конечно Вы лишили ее ребенка, ее дочери, отца Нет, они видятся постоянно Нет, они видятся, но вы разрушили семью И никакой ответственности Для меня, например, это вообще не причина, что Можно было обо всем договориться Возможно Лариса права Очень права Вам 30 лет, но вы как-то так И к первой жене не было причины Ее оставить своего мальчика без отца Потому что вам что-то показалось Что-то вам померещилось Нет, но мой ребенок не чувствует того, что у него нет отца Послушайте, это так малоутешительно Откуда вы знаете, что творится в сердце ребенка? Каждый ребенок хочет полноценную семью Маму и папу, чтобы они жили рядом Вам, мужчинам, хочется думать Что я же никуда не делся Я же по-прежнему его люблю Скажите, пожалуйста, Оксан Вот у Дениса есть ребенок Это как-то на вас? Меня дети не смущают Меня смущают очки солнечного света Я не хочу утром просыпаться Это же в очках Придется мне просыпаться, если муж их носит Значит, мне как жене подстать Надо просыпаться уже сразу Нет, но он же не спит в очках Я даже не знаю А вот по поводу бизнеса давайте Как обычный молодой человек со средним образованием Из дворников скаканул в коммерческий директор Собственной строительной компании? Вот здесь в этом промежутке 10 лет Вы его так вот прямо сказали Когда я приехал сюда, у меня не было никаких тут знакомых А стартовый капитал где взяли? Нашелся инвестор, который в нас поверил Вот так повезло И решил помочь нам развиваться То есть мы вот соучредители одной компании В строительной сфере И у нас достаточно большой опыт Хорошо, а где жена будет жить? На вашей территории, на ночь? Да, конечно Я не хочу его, конечно, обижать, но... Такая красавица Что у вас? Не знаю, на что он надеялся А, Стан, у вас три бонуса Спилет в шкафу Свидание наедине И семейная традиция Семейная традиция? Есть? Да, конечно Мы привезли с собой Подарок Это эксклюзивный продукт Я уже вижу что-то Это рецепт моей мамы Это огурцы в томатном соке Да ладно Серьезно Давайте пробовать Паша, это что-то не... Поэтому я... А моя бабушка покойная Знаете что? Солила помидоры в арбузном соке Да, такое у нас тоже есть Правда? Да, у меня мама повар С 25-летним стажем Военный Это очень здорово Когда, как бы Семейные традиции продолжаются Это для вас важно Чтобы мужчина умел готовить? Нет А вы сами хорошо готовите? Я умею очень хорошо готовить Да? Мы пока похрустим А вы покажите сюрприз Да, конечно Спасибо Я выручила Комбачки снял, что ли? Это специально для тебя Поддержим Благоуханна, как цветок И нежности полна до края Не хватит радуги цветов Чтобы описать какая-то Что голос звоном ручейка Наполнит всё весной Вокруг пространство Что я невольный узник без оков В твоём мечтаю сгинуть в царстве Сомнений смутных Ты во мне изъяла нишу Я не боюсь и не дышу Я время только ненавижу За то, что столько блеклых дней Прошло в моей ничтожной жизни В которой ты была Но не моей И не было меня капризней Теперь стою я пред тобой И нет моим волнением края Теперь я знаю Я другой Теперь ты знаешь Ты другая Мне кажется, должен был поцеловать Потрясающие огурцы Потрясающий сюрприз Маме привет Скажите, что это нечто Такие впечатления Денис оставил Ну, как сказать Сейчас молодёжь современная Не берёт ответственности за кого-то Вот я чувствую, что как будто бы Что человек первый раз Не взял ответственность на себя За ребёнка и за жену Так и как второй раз Да Как-то вот всё так легко и просто В советские времена Таких мужчин брали на поруки Ишь ты, ещё чего Куда это ты собрался Тебе показалось Понимаете, устраивали собрание Возвращали в семью Жена где-то там в платочек сморкалась Плакала в уголке И потом начиналась И проживали всю жизнь Сегодня это так просто Ну, как это можно Без видимой на ту причину Оставить жену с ребёнком Вторую с ребёнком Вытащить из семьи И сказать, ничего Ребёнок же встречать Как такое возможно? Не знаю Вообще неправильно Вообще всё понял Это неправильно Это просто тёща Тёща, она всегда такая Тамарочка А что звёзды? В первую очередь Человек, он, конечно Активный, увлекающийся Импульсивный Любит друзей, безусловно И Луна в Альве Что говорит об его успехе творческом Но свободолюбии Вот так же, как у вас Луна в Скорпионе с Плутоном Несмотря на то, что вы Переживать любите очень сильно Эмоционально Понимаете, всё-таки Она свободолюбивая Это ваша внутренняя сущность У него то же самое Хоть он и увлекающийся Влюбчивый Театральный действительно Человек любит Театральные эмоции Понимаете, там Продемонстрировать отношения Красивую женщину Которая у него есть Обязательно ему нужно Чтобы она была эффектная Она вот про варвар Про меня прям Молодец Молодец Ну можно с ним жизнь Это связывать? Можно, конечно Потому что в семейных отношениях Вы знаете, есть какой Интересный фактор Действительно Будет меняться Очень сильно человек После 30 И у него Огромный фактор В семейной стабильности Это дом Во-первых, у него Очень оригинальный Должен быть дом А с другой стороны Конечно, вот Второе условие Ему обязательно Нужен дом на природе Если человек Который с ним свяжет Свою жизнь Это будут успешные жилища Но в разных местах В разных краях И обязательно, конечно На природе Естественно, дом Это твоя стихия Конечно Встречайте жениха Оксана, здравствуй Здравствуй Ты очень яркая внешность У тебя И мне бы хотелось узнать Тебя не только с внешней стороны Немного лично поближе Идем Узнавать Спасибо Юрий 39 лет Владелец бизнеса В сфере IT-технологий Гордится тем Что бросил курить Мечтает оставить след В памяти своих детей Предупреждает Что не выносит Печеную тыкву И верит в дружбу Между мужчиной и женщиной После развода Юрий сделал для себя Важный вывод Что на девственницах Жениться нельзя Надеется Что у Оксаны Богатый жизненный опыт Вот, Роза Чего? Не все мужчины Мечтают Жениться нацеломудренных Так он женился что ли? Да Собирался И женился даже Женился, да Поняла? А какая связь А ты же все время Она целомудренная Прям памятник надо ставить Ну правильно Она чиста Ни один мужчина С ней не было А вот нашему жениху Юрию Это даже помешало В свое время Рассказывайте Я тоже считаю Что это минус Просто в нашем Менталитете В современном Отсутствие опыта Заставляет партнера Всегда думать А правильно ли он Сделал выбор И не стоит ли Попробовать что-то еще А в случае же Когда партнер Имел уже опыт И особенно был брак И к тому времени Уже нагулямшись были Ну Считалось что да Между нами с женой Хотя на самом деле Тоже нет И в общем то тоже оставалось То есть ваша жена стала вам изменять что-ли Потому что у нее опыта не было Нет Изменять не стала Просто Всегда был соблазн Закончить этот брак А начать другой Я считаю Он уже проиграл Это старый же бывший Сколько прожили вместе? Мы прожили 8 лет Дети родились? Да У нас есть сын 12 лет ему сейчас Исполнилась вот на днях В общем любовь прошла Практически сразу после свадьбы Нет Не сразу А развод был осознанный? Трудно сказать Мне кажется Что мы просто женились рано Когда вы стали задумываться о том Что может быть у меня еще Все самое прекрасное впереди А жена мешает Ну к сожалению Решение было не мое О разводе А моей бывшей жены А сколько лет жене было? На момент развода Или на момент знакомства? На момент когда женились Ба-ба-ба-ба-бам Наверное 20 А вам? 21 соответственно Не грусти Я сейчас выйду Все будет хорошо Еще бы так на время свое Давай ладно И какие все-таки Выводы сделали после развода? Виновата девственница Да Виноваты конечно всегда все Никаких у меня В этом отношении Иллюзий нет Строить отношения нужно осознанно Мы не готовы были К строительству отношений И вы из какого города переехали в Москву После развода? Здесь нашли свою новую рыбу? Пока нет Но были же какие-то отношения? Были отношения Замечательные Все было хорошо Но к сожалению Тоже не увенчались браком К чему я хотел бы в итоге прийти конечно Сейчас я его проанализирую Попробую на него посмотреть Глазами девушки Так А что вы с этой девушкой в Москве Которая у вас была С ней почему у вас Вы знаете ситуация Опять вот я вынужден повторить Опять решение было не мое К сожалению И истинную причину я тоже Она замуж за вас хотела? Нет Нет Наоборот Скорее наоборот Скорее в какой-то момент Я поставил уже выбор О том что нужно либо переводить отношения Из просто встречаться к женитьбе Ну хотя бы в отдаленной перспективе Может быть у него были какие-то запросы Которым вы не могли соответствовать? Может быть На момент переезда в Москву У меня еще не было Каких-то относительно стабильных Или приличных заработков И было непонятно все Хотя надо отдать ей должное Она не требовала ничего Но тем не менее Это может влиять Это мне кажется Самое страшное ощущение Когда тебя игнорируют Юрий А вы правда считаете Что если вы будете в 7 часов Ну как по вашему распорядку дня В 7 часов утра Только спать ложиться Вы как раз привлечете серьезную девушку Нет Я хочу с этим бороться И хочу чтобы моя А почему вы в 7 ложитесь А что вы ночью делаете? Беда моя Что делаю ночью? Работаю Развлекаюсь Все То есть живу ночью То есть вы ночной человек? Как филина Если у меня друзья Или партнеры Или моя любовь Имеет другой распорядок дня То я с удовольствием Пытаюсь этому построить В общем-то получается А может, ты же как раз Вот он все рассказывает Там это Представляешь Если он только спать 7 часов ложится А она уже просыпается К этому времени Как вообще сексом занимается? Когда вы вообще планировали Детей завести Если ваши графики Но если он ночью не спит То есть он верный Нет Я хочу сказать Что если график Не совпадает То это беда Потому что мы занятые люди Сейчас в семье Должна работать оба И если еще вечерами Вы не можете никак состыковаться Лариса Я в этом отношении готов подстраиваться Я знаю Даже по отношению К своим партнерам Вот вы сами назначаете себе зарплату Но вы для того Чтобы с партнерами Не портить отношения Умышленно себе зарплату занижаете Это правда? Не сказал вам, что занижаю Скорее ставлю справедливой И принципиально справедливой Он узнал, что у него там свой салон Или что-то, одежда Он хочет, чтобы у него Как бы была такая Средненьга Вы знаете, что у вас осталось Два бонуса Скелет в шкафу И свидание наедине Скелет Как это? Я вообще не хочу Что хотите? Я не азартная Я не любопытная Наташа, что вы предлагаете? Я бы ей хотела скелет в шкафу Сама себе она хотела Потому что нравится жених Хочется узнать, что у него там так Загадка Носки что разбрасывать? Красиво брать Что это? Я, к сожалению, не отличаюсь Очень большим порядком И поэтому у меня в холодильнике Можно найти носок А в стиральной машинке кекс Если в 7 утра ложитесь спать То естественно Такое он еще и не ответственный Что у него в холодильнике Можно носок найти Да раздолбай Сюрприз покажите Хорошо Оксана Я хотел бы вам подарить Самый сладкий поцелуй Который может быть на свете Вау Проходи Какой-то правильный Он шел в путь, говорят А зашел на «Давай поженимся» Попутал Особенность этого поцелуя в том Что он не совсем пока настоящий О, здорово, спасибо Но это еще не все Теперь внимание на сцену Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Посмотри, они что творят вообще В полотенцах приехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это какой-то сюрприз 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 это когда сам человек делает А это Это просто кошмар Это просто кошмар Все, мальчики, ваше время истекло А сюрприз был очень веселый, прекрасный Спасибо! Спасибо большое! Это вам! Смотри, принесли невесте Она тут же спросила Очень вкусная, кстати Ну как вам жених? Ну так, представление о нем Вроде как будто бы серьезное Такое, с серьезными намерениями Но что-то немножечко поверло бы меня Что человек двойственный Немножечко, как будто бы Глядя на этот сюрприз Знаешь, у меня о ней Впечатление сложилось тоже лучше Чем пока я смотрел по телевизору Она вживую гораздо интереснее Живее Умнее Дарья что скажет? Ну мне показалось, что Оксана заинтересовалась Конечно Оксаночка И поцелуй вам сладкий подарил И мальчишек молодых Вот так вот хотел вас развеселить Я думаю, он творческий Взроская натура в любом случае Владелец бизнеса Ну он очень быстрый Уж на что я мгновенная Но его очень много Я не знаю, с этим сражаться В смысле, как быстрый? Потом дома Ну так и неплохо В 7 утра он еще пару раз посмотрит В обед, когда проснется На свои мешки под глазами На морщины и на красную шею Перекручивая, как грязная полотенца Скажет, я не хочу таким быть Понимаете? А потом от недосыпа у него появятся Жировые волны на спине Тоненькие ножки Тогда уже комфортно Вырезают волосы Ногти будут жовти-жовти А губы синий-синий У вас большая разница в возрасте Но, думаю, это останется без внимания С таким подходом к семейной жизни Вашей дочери Вы внуков в этой жизни не увидите Хорошо, я сделаю выводу Надо хватать, понимаете? Пришел, нормальный, хорошо Нате вам Мужики ей не понравились И эта сидит и подмиукивает Да, мам, да, мам, да, мам Ну я уверена, какого выбора Их не сделала Гляньте, вы что, вы обалдели? Вы должны ему еще приплатить Чтобы он пришел Как говорится, выбрал вас Но женщина нужна ему яркая Красивая, оригинальная Пожалуйста, яркая, красивая Ну не глупая Яркая, да, умная С которой можно поговорить Безусловно, вы это можете Вот, умная, очень умная Понимаете? Которая может показаться в обществе Но Марс на вашем солнце Это значит, что всегда будет будоражить Скучно не будет в отношениях Пока Тамара все говорит правду И при этом Оксана Моим жестким доходящим требованиям Удовлетворяет Все прекрасно, то, что вы сказали Но у нас еще есть один жених Знакомьтесь Привет! Привет! Ты ждалась, да? Весело? Это тебе Спасибо большое Супасно, видишь? Да, ты еще? Кроме? Давай Нерик 25 лет Владелец продакшн-компании Гордится коллекцией дорогих наручных часов Мечтает снять психологический триллер Предупреждает, что на него часто жалуются соседи Возлюбленная Нерика предпочла клубную жизнь Семейному счастью с ним Надеется, что Оксана уже нагулялась Ну, глядя на вас, вы никак не похожи на домоседа Может быть, вы хотели один посещать увеселительное заведение А ваша женщина должна была вас ждать дома? Вы знаете, нет Я бы не судил по внешности Все-таки за внешностью скрывается внутренний мир Я ни одного слова не сказала про внешность Нет, я имею в виду, вы же говорите, что про внешность А с компанией вашей, вы такие яркие Ну, вы знаете, нет, я на самом деле уже нагулялся Вот Нет, интересно действительно куда-то ходить, да? То есть ходить вместе и в меру Но, опять же, как бы не проводить Ночи напролет Правильно Все правильно говорите Иначе кто у вас родился? Конечно Как ты думаешь, у нее глаз на него загорелся? Я думаю, нет Я думаю, она уже наелась Скажите о себе Где вы познакомились? Вы знаете, познакомились мы, опять же, вот в ресторане, да? То есть все как-то внезапно произошло Я сам, как бы, человек очень спонтанный Прямо оттуда пошли к вам домой Пять дней не выходили из квартиры Абсолютно верно Да, это прекрасное начало для длительного романа Я тоже так считаю Еще лучше для брака Ну, вы знаете, очень сложно судить по первой неделе, по месяцу, да? Что будет дальше И после этого остались с ней жить Да, да Сколько прожили? Прожили полгода, затем начались Она была старше вас? Да, да, да Намного? Все девушки были старше меня всегда Намного старше? На 8 лет И вот бабуська, поигравшись с таким молодым красавцем в течение полугода Ну, она была тоже не дурна собой Ну, еще бы А потом еще на изилете, когда вроде как вот уже последний рывок Ну, я считаю, просто Показала вам такой класс Да, 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 были ужасные истории Она работала? Да, было ужасно Вы знаете, да, просто я считаю, что ее больше привлекала работа То есть чем отношения, чем какая-то семейная жизнь, да? То есть она днем работала, а ночью хотела просто прийти Скажите, пожалуйста, почему вы считали, что после знакомства с вами Девушка должна поменять свою манеру поведения, характер Очень сложно размышлять в этот момент Да, в этот момент, потому что она такая, какая есть Если она с вами, значит, с другими Вы знаете, все произошло достаточно спонтанно, опять же, да? И просто появилось вот это чувство Оно же приходит, да? Скажите, вы влюбились? Да Вы хотели жениться на ней? Я бы женился Он рассказывает про свою бывшую Да что он рассказывает-то? Он не может рассказывать Смотрите, а если бы вы женились на русской женщине старше вас Что бы ваша семья сказала? Вы знаете, у меня родители достаточно лояльные То есть... Можно я вмешаюсь в разговор? Пошли Я просто хотел сказать о том, что вот немного может быть неправильно Там меня поняли, называли меня несерьезным, когда обсуждали, да? Я не говорю Человек работает там в клубной сфере Я серьезный человек Вы ошибаетесь Я была на вашей странице, я за тебя Ребята, я прошу, вы можете... Я вообще не понимаю, что происходит Вот, кстати, человек серьезным, серьезным делом занимается Строительство, там, недвижимость А это что за продакшн такой? Что вы делаете? Вы знаете, мы занимаемся производством аудиовизуальной продукции То есть реклама, видеоклипы И много вы таких клипов меньше сделали? Ну, достаточно, мы работаем уже 10 лет Это абсолютно разные люди Ну, это просто вообще как бы это разовы Это мальчик Да Ну, это мальчик, ему еще надо подрасти Скажите, Нерик, действительно хотите жениться? Да, я бы хотел Нагулялся уже? Да, действительно Вам нравится Оксана? Что мы будем кругами хотим? Она милая, хитрая По ней это видно У нее хитрая улыбочка, но мне она нравится У нее очень красивые глаза Да, да Я считаю, что Опять же старше Ей нужен, опять же, мужчина, который будет чувствовать себя рядом с ней уверенно А ты видел, как у него страх в глазах? Он прочитал, когда я вышел Он зараживался В Москве где живете? На улице 1905 Ну, с родителями? Нет, один Один, а родители? Родители живут в Сочи Вы снимаете здесь, да? Нет, у меня своя квартира Родители помогли? Или сами? Нет, я сам все добился Какой молодец Парни, и вы коллеги, да? Ну, скажите по одной фразе про Нерика Что вам в нем не нравится? Наверное, в нем не нравится то, что он немножечко нарушил законы природы Знаете, потому что в природе что-то бывает либо красивым Либо там у человека нет какого-то внешнего обаяния Но он хорош в бизнесе, скажем, да? А здесь, как бы, говорят, исключение подтверждает правила Ну, получился такой человек Красивый Который и работает, и целенаправленный Вы хороший друг И в то же время он Хороший друг Если бы я был бы девушкой, я бы не упустил бы шансы Вы хороший друг, ребята А что вы с вами делали? Он очень троллейлюбивый, на самом деле Он может, если взялся за проект, он может прям сутками Яро, прям, пока не сделает, не добьется результата Вот это его очень хорошая часть Прекрасно Хороший друг, отмазывайте своего друга У вас остался один бонус Свидание наедине И вы о чем хотите, о том спросите, проходите А мы вас подождем Почему ты такая милая? Вот скажи, как у тебя до сих пор одна? Я у тебя сразу же должна с тобой общаться Нет, давай я с тобой буду общаться Ну как же ты, родители, ты же младший Да, это все Ты еще не погулял Мужчины все полигамны Я не загулялся, ты меня плохо знаешь Брюнеты все полигамны Мне кажется, нам с тобой надо встретиться, поговорить Ты просто все узнаешь и все поймет Мама, а как вам взять восточный мужчина? Ну, настороженно, скажу я вам так Потому что уже Ну, а вы против будете, если скажет это? Ну, сразу я не могу сказать, против я или не против Вы знаете, я могу у нас в своем Ну, я думаю, может быть, он еще молод Он еще что? Молод Один молод, другой староват Я говорю вообще просто Она никогда замуж не выдаст дочь Я просто пришел к тому, что Вот Нужно жить в свое удовольствие И представь, как мы с тобой будем жить в свое удовольствие Ты будешь жить в свое удовольствие? А я буду жить в краю I'm crying Нет I'm crying Я с тобой не смогу жить в краю Серьезно Ладно, хорошо, выяснили Чтобы сложно Все, а то они уже тоже там начинают всех перебивать на в свою сторону Твои дружки, пошли Интересно, зачем он ее туда водил вообще Что там было-то в этой комнате Непонятно Ребят, я спою для вас песню Про весну Так как сейчас весна Вот так вот Вперед Это вообще-то Впрочем, просто включили бы какую-нибудь песню там, да? Есть в Африке три банана Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Братишки В комнату свою Мы будем сплетничать Проходите Спасибо Наталья Георгиевна Что скажете? Взять, видите его? Ну, вижу, но немножечко сомневаюсь А подруга что скажет, Даша? Ну, мне очень понравился жених Вот, и меня это смущает Что он мне понравился А вы гадина подружка такая классическая? Нет, нет А что тогда? Что вас тогда должно смущать? Я молчу Подружка на тебя запала Есть, нет Подружку я не хочу Подружке неинтересно Оксана, вы перекатитничали, конечно С ним куда-то в уголок все время ходили Что-то из себя строили Просто 14-летнюю ляльку Вы взрослая тетка Вам 30 лет на носу Почему? Откуда у вас это? Вы же художница У вас хороший вкус Ну, красивый мальчик Парень, да Или это сейчас А после чего вдруг? Я не обращала за собой внимания Потому что так понравился? Потому что если нравится мужчина Мы ведем себя как дуры Скорее всего Вот вы вели себя как дуры Понравился? Похож на осетинского этого возлюбленного? Ну, конечно, не совсем Но есть черты Но есть черты Бринок В женщине должно быть что-то такое Чтобы вот она могла Атрофироваться от всего мира Да, и общаться именно с тобой Как-то ты это должен чувствовать Вы хотите жить счастливо Чтобы у вас были любимые дети От любимого мужчины? Безусловно Или хотите жить спокойно Не ревнуя Не очень любя Не хочу жить с песком Мне кажется, Нерик Это тот мужчина В которого вы можете влюбиться С головой И опять в эти чувства Он порядочный Бить вас не будет Если вы не начнете Выдергивать Теперь в свою очередь Этого осетинского любовника Чтобы Мотать нервы Нерику С Нериком это не пройдет Ну, что это за... Ты знаешь, но я ведь Хочу сказать, что... Мне кажется, у него стереотип в голове Нет, нет Роза Дашенька, я вам сначала Хотела сказать Не волнуйтесь Приходите на наш сайт Двое.тв Там такие, как Нерик Найдете, найдете А вам, Оксана Ну, а почему бы нет Мы заложники своих привычек Любим спать на одной стороне кровати Парковаться в одном и том же месте Что менять-то... Ну, красавица А мне особенно понравился Второй друг У него такое умное, чуткое лицо И сущность, мне кажется, очень Ну, поскольку мы говорим Не о друге, Тамарочка Но если хотите Я специально для вас О нем узнаю поподробнее Свободен ли он И нравится ли ему женщина После сверша Прямо могу сейчас Игоречек По горячим у нас следам Иди сюда Ко мне, мой хороший Бегом, бегом Игоречек Ну ладно, парни Игоречек, бегом ко мне Он ей понравился, что ли? Сколько вам лет? 38 Хороший возраст Жена и дети есть? Ну, я почти в разводе Почти в разводе А есть кто-то, кто ваше сердце украл? Нет Нет Значит, рассказывай Тамара, 44 года Известный астролог Пять квартир 16 домов 42 машины Самый высокооплачиваемый И востребованный астролог Зимового шара Астролог в мире и отресности Одинокая Вы на нее произвели Неизгладимый впечатление Совет да любовь Хмель да сон Свою комнату Есть время подумать АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, походу Вечером уйдем Давайте выбирать уже Кто к кому пойдет Итак, давайте все-таки Про Нерика пару слов скажу Удивительная карта В плане того, что человек удачник Действительно Он защищен аспектами так Что даже если у этого человека Проблема, какие-то стрессы Там кто-то на него нападает То судьба его защищает Есть такое понятие Как щит Давида В астрологии Ну, судьба любит страшненьких Уборненьких Или он ничего не делает И ему все равно везет Понимаете? Или он действительно занят делом И преуспевает растет Всегда так будет всю жизнь? У него практически да Ты смотри что Но должна сказать, что Будет у него партнер Очень успешный брак Авторитетный Он выберет человека Который принесет успех И ему и себе В союзе Вот И конечно реализуется Тоже в детях Мне кажется, что Оксана мне принесет успех Но Для женщин есть одно но Очень избирательная Не просто память А внимание Он запоминает все детали Он может запомнить там Что произошло Что с вами Сто лет назад Какие шнурки были На друге И какое платье на вас Очень Такая вот Детализированная память Вот И любит путешествовать Безусловно Но если увлекается То в ум Вот с головой Вот Давайте девочки выбирать Кого будем? Кого? Быстро Мне понравился вообще-то Как маме И второй участник И сейчас этот молодой тоже Я конечно Оставляю выборы дочери Все-таки Ну понятно Даша Мне кажется Либо Юрий Либо Нерик Второй, третий Да Оксана У меня тоже самое Я хотела у вас спросить Что вы развеяли меня Рассеяли Оставили Еще раз Последний раз говорю Внешность Нерика Вводит в заблуждение Красивый муж Чужой муж Конечно Начиная от вашей подруги Даши Которая будет им устроить Глазки всегда Заканчивая подруг Всех остальных Вы будете жить Как на пороховой бочке Мне кажется Она Принесет мне успех Мне кажется Подумает, подумает И вы бы не меня ждете С ней меня ждет Правильно? Я бы за Нерика Я тоже за Нерика Я за Нерика Я не знаю А привычки менять не нужно Хотя Юрий тоже хороший жених Взрослый А астрология говорит за все Что? А астрология нам говорит Что и первое, второе, третье Просто разные 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 люди, безусловно Ну, за кого вы, Тамара? Прямо одно слово Ну, если хотите Напиться любви Берите третьего претендента В общем, в любом случае Мы вас поддержим Бегом к жениху Времени не остается Первое, второе и третье У меня были отношения два года с женщиной с ребенком Я причем узнал о том, что у нее есть ребенок только через два месяца И потом я еще узнал, что у нее есть муж Он мне сам позвонил До сорока можете не дожить А папа у вас явно экстремал Потому что мне кажется, по всему, что он делал Он мечтает о старости, когда попросит у вас помощи Услышать знаешь Я предлагаю всем выйти и поддержать Оксану Быстрее у нас программа У нас есть пара Оксана и Нерик Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, поженимся Удачи Удачи Привет, моя будущая жена Меня зовут Андрей, мне 27 лет Я живу танцами Все, что я делаю, это исключительно творческое И я очень хотел бы, чтобы это была точно такая же Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте свои отклики с их номерами